На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции Адлерского района, но преступники уже скрылись. Выяснилось, что потерпевший ветеран Великой Отечественной войны, единственный в Сочи участник Сталинградской битвы, кавалер множества орденов и медалей. Прибывший наряд полиции установил о том, что в домовладение ветерана Великой Отечественной войны 1921 года рождения и его жены 1927 года рождения проникли трое неустановленных лиц, одетые в маски, в перчатки, где путем угроз завладели денежными средствами в сумме 20 тысяч рублей и золотыми изделиями. Преступники, по словам жены и пенсионера, позвонили в двери, когда пожилая женщина чуть приоткрыла калитку, ворвались во двор. Все трое были в масках и перчатках. Женщину схватили за горло так, что она не могла кричать и потащили в дом. Там угрозами заставили отдать все деньги, ценности, а главное забрали наградные удостоверения, ордена и медали. Залез в дом. Залезли в дом к кому? Пенсионерам. Пенсионерам. Что вы забрали у них? Деньги. В какой сумме? 20 тысяч рублей. Золото, драгоценность? Золото, да, чуть-чуть. Спустя несколько часов оперативникам удалось вычислить предполагаемых преступников, а затем и задержать их. Все они признались в содеянном. Сейчас расследование уголовного дела по статье «Грабеж» завершено. Преступники находятся в изоляторе временного содержания. Учитывая обстоятельства совершения преступления, не исключено, что суд определит им максимальное наказание. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».